ну что всем привет мы с вами очень давно не виделись примерно год как я выкладывала последний ролик думаю что мне нужно что-то рассказать про свое отсутствие дело в том что вчера я была на чистке лица у меня сейчас очень сильно ухудшилось состояние кожи я думаю это видно у меня небольшие кисты на лбу вот такие высыпания мелкие как пузырьки они называются кисты и они появились после того как я стала принимать очень жесткие антибиотики и когда я пришла к моему косметологу и даже у директора института красоты и свой косметолог мы с ней решили сделать небольшую домашнюю поддерживающую терапию мы сделали несложную чистку потому что каким-то образом убрать в домашних условиях эти пузырьки было нереально невозможно даже при всех моих знаниях и мы сделали чистку пилинг мы делать не стали потому что солнце и лето и даже такой пилинг как prx-133 он не дает гарантии что у вас не появится пигментация и сейчас мы решили сделать в качестве домашнего ухода какие-то глиняные маски локально на проблемные зоны и поэтому ко мне пришла такая идея а почему бы не снять влог такой мини-фильм который будет посвящен каждой какой-то конкретной теме и раз мы говорили с косметологом вчера о глиняных масках то давайте снимем сегодня мини-фильм про глиняные маски сегодня мы с вами поговорим про их виды я расскажу вам какая глина подходит какому типу кожи дам 10 лайфхаков мы вместе сходим магазин выберем самые классные глиняные маски я покажу какие я использую какие я люблю и в общем начинаем ну что мы идем направляемся в моем маленьком городе в летуаль я думаю я найду вам какие-то глиняные маски смотрела уже ассортимент золотого яблока он немножко какой-то странный видно что очень многих брендов больше нет в наличии но я там составила небольшой небольшой такой обзор в общем сейчас пойдем посмотрим что будет наличие в летуале я постараюсь вам рассказать показать и конечно же начнем обязательно с теории ну что я пришла в единственный городе летуаль сразу же вижу вот такую удачную маску антиблемиш цена у нее 3749 ребята вы шутите что ли очень дорого и есть мой любимый скраб гамаш вот такой вот обожаю просто его пойму возьми лучший продукт у клиник ну и пожалуй на этом все смотрите шоссе и добаса бюджетная линейка мне что нравится что если носить этот скраб как маску у него очень хороший состав вот нужно посмотреть она классно будет сижать поры погодка вообще ни разу не шепчет но у меня отличное настроение я думаю меня поймут те кто ходил в косметические магазины и себе что-то удачно подбирал я иду довольная снимать вам настоящее руководство про глиняные маски расскажу про своих любимчиков в общем и вы тоже будете у меня с плотными глиняными масками никакие монтажные программы не работают приходится включать заново скачивать премьер в общем все сейчас будет я решила этот влог монтировать сама в общем пока у меня скачивается программа для монтажа видео я зашла на сайт золотого яблока посмотрела какие там есть клиненные маски нашла очень крутую глэм глоу нашла очень крутую кайли скин мне очень понравилось еще парочка масок я тут покажу вам и в общем то хочу сказать что ассортиментом значительно уменьшился и я думаю что скоро будет засуха по всем фронтам в ассортименте всего если посмотреть погреть на глину под микроскопом то вы увидите что она состоит из мелких щеточек эти щеточки захватывают очень хорошо частички жира клеток кожи собирают окисленные себум и вообще если думать о глине то глина это сорбент это горная порода из минеральных частиц если вы спросите зачем мне покупать уже какие-то пастообразные маски я скажу что это намного лучше чем глина в порошке потому что порошок пересушивает кожу без ухаживающих компонентов глина будет слишком агрессивно воздействовать поэтому специалисты разных брендов разных лабораториях создают действительно какие-то разнообразные формулы средств чтобы они все воздействовали на кожу и кроме глины самой маски содержат очень много других компонентов я больше всего люблю маски зеленым чаем с центеллой с полынью и если говорить о том как наносить глиняную маску то ее нужно очищать сначала кожу умыванием и до тоника наносить то есть я щас умылась и протирая протерлась любимым моим тоником скин сьютиклс протерла шею и готова наносить мою маску у меня любимая маска вот такая вот от скин сьютиклс и к сожалению они супер редко продаются на российском рынке их можно достать только в салонах красоты за какие-то безумные сотни тысяч рублей и если говорить о классной глиняной маски то какая она во первых это точно как я уже говорила маска не в порошке видите то здесь я не заморачиваюсь тем что доливаю воду какой-то кипяток просто я ее наношу у меня есть еще такая же любимая маска это бюджетная от марки корейской блитхи и это блитхи сплэш маска она в таком сером тюбике ее можно очень легко заметить она стоит всего лишь 2000 рублей очень круто восстанавливает водно-жировой баланс и очень классно сужает поры я всегда наношу маску глиняную любую пальцем потому что я считаю что это максимально удобно я пробовала наносить маску таким специальным спонжиком мне это не понравилось на самом деле это не намного удобнее чем наносить пальцами как наносить маску мы наносим ее обязательно впечатывающими движениями и вбиваем особенно в область носа лба и подбородка вот так прямо пальцами если у вас чувствительная кожа то вбивать не нужно самое важное что хочу сказать что на глиняные маски не нужно брызгать никакой водой и это очень важно потому что мне надоело смотреть в инстаграме как все повально брызгают на подсыхающие глиняные маски термальной водой и на самом деле это выдуманная чушь почему разжижать глину термальной водой не имеет никакого смысла потому что мы устраиваем болото на лице из жира из кожного жира себума и воды потому что глина сорбент я уже это говорила и верхние частички сцепились с верхним слоем кожи забрали жир и все они сделали свою работу иначе если мы будем брызгать водой маска вытянет излишнюю воду из кожи будет долго лежать на коже поэтому нужно подождать когда она подсохнет на 70 процентов и смыть водой просто не брызгая никакой водой я здесь перечислю еще 10 очень важных лайфхаков которые вам написала в общем самое важное при глиняной маске это не наносить маску на область вокруг глаз и не наносите чаще одного раза в неделю потому что и так вы будете вытягивать влагу из кожи и она станет очень быстро обезвоженной некоторые аллергики меня сейчас поймут если у вас есть аллергия сначала сделайте тест и нанесите маску и посмотрите то есть где-то делается тест на руке и вы проверяете какая у вас реакция самое важное что если у вас есть купероз скорее всего глиняной маски использовать не нужно еще такой есть небольшой лайфхак что если ваша кожа разогрета элементарно вы берете теплое полотенце распаренное прикладывается на какое-то время на кожу и дальше вы наносите глину будет очень крутой эффект потому что немножечко раскроются поры я уже говорила про следующий лайфхак это никогда не брызгаем водой и обязательно вот такой последний небольшой крутой лайфхак сделать домашнюю чистку лица сейчас я нанесла глину она у меня видите практически подсохла то есть мы с вами разговариваем примерно 4 минуты вот она уже нанесена примерно через три минуты я буду смывать обычно как делать чистку лица такую ну очень упрощенную в домашних условиях я наношу маску жду когда она засохнет подсохнет на 70 процентов смачиваю вот такое вот полотенце в горячей воде и постепенно начинаю смывать мою глиняную маску после того как маска полностью смыта я наношу незамедлительно увлажняющую маску увлажняющая маска дает коже мягкость у меня такая же точно увлажняющая маска от скин сьютиклс еще раз покажу мне очень нравится этот бренд и очень нравится этот классная классная баночка сейчас будет фокус она просто суперская я наношу увлажняющую маску и жду точно также я жду где-то там 4-5 минут причем у скин сьютиклс тоже маска увлажняющая она гелевая и она очень такая знаете густая пружинистая такой прозрачный гель и ее наносить стоит наверное на 3-4 минуты и очень тонким слоем потому что вот я все время с ней наношу слишком много и получается так что у меня она не высыхает не подсыхает и приходится излишки маски просто смывать после того как я смываю увлажняющую маску я наношу крем какой-то желательно легкий можно под крем еще нанести увлажняющую ампулу и получается у нас очень крутой эффект то есть кожа у нас очищена распарена после глиняной маски мы ее протираем дополнительно полотенцем у нас открыты поры мы наносим увлажняющую или заживляющую маску и сами посмотрите какой вы увидите эффект будет эффект такой очень гладкой очень свежей кожи без посещения косметолога ну что я пойду смывать маску надеюсь что мы с вами встретимся еще не буду пропадать так надолго напишите пожалуйста обязательно в комментариях какие темы видео вы хотите чтобы я раскрыла смотрите все видео на канале потому что я там снимала го хоть хоть и год назад они остались актуальными я снимала видео про ретинол очень крутое очень крутое видео про книги о красоте я пойду смывать маску спасибо что посмотрели и увидимся с вами в следующих выпусках